Миллионы игроков ждут консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox X Series, которые должны выйти в конце 2020 года, а именно в ноябре или декабре, если не будет переноса связи с эпидемией. И уже есть информация по первой игре, которая появится на PlayStation 5 – Godfall. Это кооперативная экшен-рпг от студии Counterplay Games, в которой трудятся талантливые разработчики, выпустившие довольно неплохой проект Dialized – гибрид пошаговой стратегии и карточной игры. Издателем же выступают Gearbox, известные по сериям Borderlands и Brothers in Arms. Godfall впервые была анонсирована на The Game Awards в 2019 году. Журналисты PlayStation Lifestyle провели интервью с творческим директором игры Китом Ли, в котором он поведал, почему игра выйдет на PlayStation 5 на старте вместе с выходом консоли и не заглянет на PlayStation 4. Исключительно мощный SSD на PlayStation 5 предлагает новый уровень детализации для каждого отдельного объекта, а также плавную загрузку нашего расширяющегося мира. Наша боевая система кинестатическая по природе, и поэтому адаптивные курки нового контроллера и тактильно-обратная связь сделают схватки от начала и до конца волнующими, интуитивными. Мы рады и гордимся тем, что Sony выбрала нас для запуска PlayStation 5, отметил творческий директор. Мы планируем быть с PlayStation на всех мероприятиях в следующем году. Источниками для вдохновления разработчикам послужили культовые фэнтези-романы, архив Буревеста Брэндона Сандерсона, Первый закон Джо Аберг Крамби и основание Айзека Азимова. Боевые механики и разнообразие стилей авторы почерпнули из игровой серии Monster Hunter. Также пообещали режим кампании как для одного, так и до трёх игроков. Ли говорит, что пользователи смогут поиграть за всех трёх героев, показанных в трейлере. Их можно будет выбрать в начале игры в качестве основного персонажа. По сюжету мы будем управлять одним из последних выживших возвышенного ордена рыцарей, намеревавшихся остановить апокалипсис и сохранить мир. Каждый из трёх героев обладает собственными доспехами, именуемыми Valor Plates. Помимо них, в ходе своего путешествия пользователи отыщут и другие комплекты брони. Разработчики уверяют нас, что Godfall будет совершенно новой игрой. В ней будут и фэнтезийная вселенная, и рыцари-герои, и магия, и царство. Их всего пять. Земли, воды, воздуха, огня и духа. В трейлере нам показали царство земли и воды, с большой воронкой в небе. Этот вихрь называется Skybreaker Monolith, о нём игроки больше узнают в самом начале игры. Все герои владеют дальнобойными атаками, но сильно скованы длительным временем перезарядки способностей и их зарядкой. Поэтому игра в основном будет сфокусирована на ближние бои. Godfall предложит гибкую настройку класса, и можно с лёгкостью поменяться ролями в разгар боя. В плане оружия будет большой выбор, от небольшого и быстрого, до тяжёлого и мощного. Доспехи будут содержать себе множество слотов для экипировки, куда можно вставить улучшения. Например, способность к исцелению всей команды, либо повысить атакующую мощь. Godfall будет консольным эксклюзивом и не выйдет на Xbox X Series, а вот на персональном компьютере появится и будет в течение года эксклюзивом в Epic Games Store. Визуально игра не демонстрирует каких-то супертехнологий и графики, и того, чего не смогла бы потянуть PlayStation 4. По ролику видно, что игра напоминает такие игры, как Destiny, Dark Souls, Lord of the Fallen, Monster Hunter и Warframe. Понравилось наличие кампании, что не может не радовать. Хотелось бы, чтобы это был добротный большой сюжетный режим на манер Bloodborne или того же Секера. И если это будет действительно так, то игру будут покупать также те игроки, которым фиолетово на все эти сетевые и кооперативные режимы, а просто хотят хорошего приключения на 50-70 часов. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Также нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда выходят мои новые ролики. Подписывайся, если ты впервые на канале и обязательно пишите комментарии. Ну а с вами был Axel Rage. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok